2 марта 2016 года президент Владимир Путин назначил Игоря Руденю исполняющими обязанности губернатора Тверской области. Осенью того же года жители Верхневолжья подтвердили полномочия главы региона. На выборах 18 сентября Игорь Рудене одержал победу, набрав 72,13% голосов избирателей. Такой убедительный результат был связан с запросом Тверской общественности на перемены в социально-экономической политике. О том, что было сделано на посту главы региона за 4 года и что еще предстоит сделать, расскажем далее. Как только Игорь Рудене заступил на пост руководителя региона, сразу же были определены приоритеты развития области. Приведение дорог в нормативное состояние, ремонт больницы, возведение ФАПов, строительство школ и детских садов. Развитие инфраструктуры для привлечения инвестиций, поддержка малого и среднего бизнеса, сельского хозяйства и туризма. По этим ключевым направлениям сразу же началась работа. Губернатор продемонстрировал эволюцию социально-экономических процессов в регионе. От решения давних проблем с ресурсной базой развития до выполнения приоритетных задач в сфере демографии и развития человеческого капитала. Поскольку ресурсная база Верхневожья 4 года назад была невелика, бюджет региона был отягощен большими расходами по обслуживанию госдолга. Верхневожье под личный авторитет Игоря Рудыни были привлечены возможности федеральных институтов развития, в том числе госкорпораций. Ростех, Роснефть, Росагролизинга, Автодор и другие. Тверская область стала активно участвовать в различных федеральных программах. Тех проектов, которые изменят социальную сферу, транспортный комплекс, транспортную инфраструктуру и сферу ЖКХ, и затронут газификацию достаточно удаленных, негазифицируемых территорий. В центре всех этих задач – забота о человеке, его достатке и комфорте, качестве жизни. Для того, чтобы изменить к лучшему качество жизни, регион должен уметь зарабатывать средства и эффективно распоряжаться своими ресурсами, приумножать их. Игорь Рудыни, первые годы работы в Тверской области посвятил системной настройке всех сфер жизнеобеспечения региона. От коммунальной и общественного транспорта до площадок для больших инвестиций. Тверская область стала активно участвовать в различных федеральных программах. Одновременно велась и ведется работа по расширению доходной базы областного бюджета, снижению долговой нагрузки бюджета. В том числе и осуществляется мобилизация ресурсов. Поставлены задачи по воду в оборот неиспользуемых земель сельхозназначения, ужесточению контроля за освоением лесного фонда. Продолжается системная работа по сокращению госдолга. Одновременно развивается инвестиционная инфраструктура. На региональном уровне разработаны дополнительные меры поддержки инвесторов, создаются новые площадки, усиливается поддержка малого и среднего бизнеса. Политика лидера региона соответствует федеральным трендам, это констатируют многие специалисты. Для того, чтобы наш регион звучал, это очень важно, потому что если регион звучит, создается позитивное впечатление не только на федеральном уровне, но и создается позитивное впечатление у людей, которые живут в этом регионе. Это не случайно. Губернатор часто встречается с президентом России Владимиром Путином, с федеральными министрами и главами госкорпораций, входит в состав президиума Госсовета Российской Федерации. То есть личный авторитет губернатора высок, ценится на федеральном уровне, и это позволяет добиваться преференций для Верхневоложья на различных федеральных площадках. Особенность стиля работы Игоря Рудени – готовность к реализации масштабных проектов, которые на первом этапе кажутся невыполнимыми. В качестве примера ситуация с дорогами. Мало кто верил, что можно увеличить темпы дорожных работ, повысить их качество. Сейчас мы видим результаты. Хороших дорог в регионе стало больше, мы начинаем привыкать к московскому асфальту. Здесь же можно упомянуть о планировании северного обхода Твери. Это предложение лидер региона лично озвучил президенту России. Его протяженность около 60 километров, и в настоящее время уже идет активная работа по проектированию этого третьего этапа. Реализация этого проекта нам позволит создать транспортные коридоры до Ярославской области, до Вологды и до города Дубны Московской области. Это для нас очень важно, потому что северный обход нам еще дал возможность, даже сама идея его, привлечь двух крупных инвесторов, дополнительно, которые вкладывают деньги. Это Новолипецкий металлургический комбинат, который делает большую инвестицию в сельское хозяйство, инфраструктуру делаем мы. До этого северного обхода М11 18 миллиардов рублей. Это крупнейший комплекс по производству молока. И второй это Коралл-животонаводческий комплекс. Это 36 миллиардов рублей инвестиций. И там же с этого северного обхода, Владимир Владимирович, будут подъездные пути к хорошо вам известному Тверскому благоустроительному заводу. Еще одно предложение Игоря Рудыни о строительстве транспортных хорд, соединяющих трассы М9, М10 и М11. Она сократит минимум на 250 километров дорогу из Андреаполя до Санкт-Петербурга. Движение, которое будет организовано, это прежде всего толчок развития экономики. Там, где движение, я все время говорю, там, где движение, там есть жизнь. Поэтому, чем больше у нас хороших, качественных, значит, дорог и короткий путь, он самый верный. Поэтому я считаю, что вот то совещание, которое проходило при президенте, и слова те, которые говорил губернатор, они правильные. И они насущные. Сегодня их нужно решать. Одним из итогов четырех лет работы Игоря Рудыни в Тверской области стали изменения в менталитете жителей региона. Люди почувствовали, что можно ориентироваться на другие, более высокие критерии качества жизни, которые вполне достижимы. Хорошие дороги, новая система обращения с отходами, новый общественный транспорт, более широкая поддержка семьи с детьми. Очень отрадно и было приятно слышать, что Тверская область идет впереди. Впереди, на самом деле, целого ряда регионов и внедряет проектное управление не просто для реализации нацпроектов, а для реализации задач, содержащихся в государственной программе. Также Тверская область первой в стране перешла на цифровое телевидение. Сейчас ведется масштабная реформа общественного транспорта. Власть готова инициировать любую работу, привлекая дополнительные федеральные средства, чтобы сделать жизнь тверичан заметно лучше.